Мне прислали сегодня вот такое интересное видео. Это бал, который проходил после чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце. Вальс. Предложили участникам станцевать вальс. Вообще вальс это очень простой танец. Вы в интернете можете найти бал после чемпионата Европы по фигурному катанию, посмотреть кто как танцевал. Это очень простой танец. Выполняется он в один воборот, в закрытой позиции. Два такта, три движения. И кто как справился. Сначала найдите пожалуйста в интернете, посмотрите пожалуйста самостоятельно выступления наших фигуристов. А потом я хотела бы высказать свои комментарии на сей счет. Друзья, добрый вечер. Я вас приветствую из Кинчану Терми, из Тускана. И вот этим видео я хотела бы закончить тему чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил в Граце. И где я была в качестве журналиста. Мне сегодня пришло видео, которое было снято во время банкета. Банкет, который проводился в честь участников этих соревнований. И во время этого банкета абсолютно всем спортсменам было предложено исполнить австрийский, то есть венский вальс. Ну и прежде чем прокомментировать то, что я увидела, я хотела бы напомнить историю вальса. Все знают, что в Германии существует машина, очень известная машина на весь мир, фольцваген. Фольц в переводе с немецкого языка, и это обозначает народ. Вот. Австрия говорит на немецком языке, но произношение не академическое. То есть если орфография, которая пользуется в Австрии, это академическая форма немецкого языка, но произношение немножко отличается. Например, вот слово «я», то есть да, в Германии говорят «я», а в Австрии говорят «ё». Так вот, фольцваген и вальс – это однокоренные слова, то есть это значит народная машина и народный танец. Это очень простой танец, который исполняется преимущественно в закрытой позиции. Я не буду сейчас копаться в интернете, но мне кажется, что там такт, два такта, три четверти и всего-навсего три шага. То есть в принципе вальсу может за одно занятие научиться любой человек, но самое главное – попадать в музыку, то есть попадать в ноты. И не сочтите за труд, посмотрите, пожалуйста, найдите на ютубе, как с этой задачей справились российские фигуристы. Я посмотрела видео, и я хотела бы сделать большой комплимент моей самой любимой паре – это Александра Степанова и Иван Букин. Я в свое время была очень большой поклонницей пары Натальи Бестебянова и Андрея Букин. Я очень рада за Андрея Букина, что он смог воспитать такого потрясающего и талантливого сына, как Иван. Он прекрасно вел свою партнершу, прекрасно ребята владеют вальсовым шагом. И, наверное, все остальные справились с этой задачей тоже очень-очень неплохо. Кто-то чуть хуже, кто-то лучше, но ребята все были большими молодцами. То, что поразило мое воображение, и сегодня я говорила с некоторыми людьми из итальянского тренерского штаба, то, что бросилось всем в глаза – это девочки, воспитанницы, это Георгиевна Тутберидзе. Наверное, вы поняли уже то, что я стараюсь не переходить границы правил деликатности, но при всем при этом я не являюсь поклонницей этой школы. Посмотрите, пожалуйста, вот это видео. И это вот в моем случае вызывало огромное негодование, потому что в фигурном катании, в этой дисциплине никто хореографию не отменял. То есть складывается такое впечатление, что девочки вообще не знают, что такое танец. Танцы не владеют абсолютно элементарными, базовыми навыками танца. Я не рассуждаю о чардаше, я не рассуждаю о тарантеле, тем более ирландский танец, где очень сильно задействовано, где очень много коленных элементов. В основном работают колени, не работают локти, не работают руки, а именно работают колени. Ирландский танец – это отдельная категория, это очень сложный танец. А вальс, все-таки он относится, несмотря на то, что он знаменит на весь мир, и вальс обожают во всем мире, но это самый простой танец, которому можно научиться. И, как я уже говорила, можно научиться за одно занятие. Поэтому то, что я увидела сегодня и говорила с некоторыми моими коллегами, и плюс еще тренерский штаб, с которым я дружу итальянски, это было очень грустно. Но вот та новость, которая дошла сегодня до меня, и которая меня несколько утешила, что этим летом то ли Тайланд, то ли Тайвань, я не помню, где именно, будет собираться ИСУ и будут пересматривать, возможно, я очень надеюсь на это, правила. Вот существует короткая программа, существует произвольная программа. Как мне объяснили, что, скорее всего, что короткая программа, она будет заключаться в технических элементах, то есть за технику будет ставиться оценка. А произвольная программа, скорее всего, что это будет артистизм. И я очень рада, если ИСУ поменяет правила, потому что нельзя изобретать велосипед. Фигурное катание создавалось не тренерским штабом, это Георгиевна Беринзе, создавалось совершенно другими поколениями. И я солидарна с тем, что спорт, он меняется, любая дисциплина спортивная меняется. Но нельзя всё-таки ломать то, что создавалось предыдущими поколениями, потому что никто не отменял технику прыжка. Если это зубцовый прыжок, он должен оставаться зубцовым. Если это рёберный прыжок, он должен оставаться рёберным. Не фридбергер, а флип – это флип, фридбергер – это ридбергер, люц – это люц, тулуп – это тулуп, аксель – это аксель. Поэтому всё должно оставаться на своих местах. И если поменяется судейство, то, наверное, это будет справедливо. Если кому-то, каждый волен болеть за то, что он хочет видеть и за что он хочет болеть, поэтому если кому-то нравятся прыжки с трамплина или прыжки на батутах, непонятно, с какого ребра сделаны, пожалуйста, наверное, для таких людей будет возможность смотреть на то, что болеть за то, что им нравится. Если кому-то больше нравится артистизм, хореография и так далее, у другой категории болельщиков тоже появится возможность болеть за то, что им больше нравится. И, конечно, будет обсуждаться возрастной ценз. Я была бы очень рада, если бы всё-таки 14-летние девочки, которых умышленно держат в суперлёгком весе и не допускают никакого пубертата, потому что всё-таки 14-15 лет – это, видимо, такое пограничное состояние. Вот в этом возрасте ещё их можно удержать, не допустить пубертату. Всё-таки в 16 лет это значительно сложнее сделать, и поэтому 16 лет – хочешь, не хочешь, но девочка, она начинает формироваться, поэтому тут уже природу не обманешь и не обманешь в том числе и судей. Поэтому 16 лет – это уже взрослая девушка, поэтому, в общем-то, со сформированными формами, поэтому здесь, конечно, и техника, и хореография, наверное, они будут иметь… В общем, более честнее будут проходить эти соревнования, и, в общем-то, то, на что способна атлетка, это будет более заметно для судей. Поэтому будем надеяться, что, в общем-то, следующий этап и загреб, где я надеюсь, что я побываю через год, всё-таки мы увидим другой прокат. Прокат всё-таки женщин, девушек или женщин, а не детей. И хотелось бы, конечно, увидеть более совершенную хореографию, то есть артистизм. Я за то, чтобы артистизм, он присутствовал, как он присутствовал раньше. Спасибо большое за просмотр, и оставайтесь на моём канале. Спасибо.